Ответь, пожалуйста, на вопрос. В будущем, в будущем. Что у людей, какие вообще перспективы? В будущем, скажи, пожалуйста. Отлично. Хорошо. Спасибо. Всем привет. Я очень волнуюсь. Я не профессиональный бизнес-тренер. Я управляю каждый день компанией с оборотом в 1 миллиард долларов в год. Я обещаю быть откровенен. Задавайте вопросы. За сегодня вы услышали достаточно много презентаций. Но наверняка есть вопросы, которые волнуют вас. И те, которые не освещены презентациям диспетеров. Поэтому будьте откровенны. Обещаю вам отвечать тем же. Прошу от вас максимального взрыва. Сегодня концерт Монатик. Сегодня финал Лиги Чемпионов. Раз в тур, давайте получим от этого максимальную пользу и максимальные эмоции. Поехали к первому. Друзья, у кого есть? Мы, собственно, поднимаем руку. Задаем. Задаем. Так, вот я и с вами. Да, давайте. Давайте. Евгений Александрович, здравствуйте. Николай в город Минзово. Скажите, вы помните того первого клиента, который вы продали, какой-то адовар, проработок? Да. Как он выглядел? Он выглядел не очень хорошо, но это был мой клиент, а я люблю своего идеального дня. Я пытаюсь выбить тех идеальных проявлениях, которые он есть. Потому что нет ничего более травмировышего, чем бисерта со своим соцепителем на Украине, как только большого короче. Вы понимаете, что не хотите, да? Так вот наша задача всех без сегменов – полюбить свои эффективные клиенты. Когда вы доедете бренды, которые несут любой, то всегда бизнес-складный. Своего клиента я очень хорошо помню. У нас склад оказался очень разным в 7.00, он приехал, был первым, у меня огромное количество заданечной инти-продукции. После этого стал нашим директором в первом году, фамилию его даржу и завершу и сюда. Евгений, у меня вопрос, что это за рост? Что это за рост? Что это за рост? Что это за рост? Итак, у меня будет коложник, поскольку я волнуюсь, то у меня вот такой замечательный помощник Гошкин. Привет, Боб. Привет, Боб. Привет. Может, ты бить Манину? Может, ты бить Манину? 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 Нет. Отлично. Мух. Начинай. Начинай. Убери телефон. Молчаливый этот телефон, но он запустил походу, что-то. Поедем дальше вопрос. Дальше вопрос. Так, хорошо, есть. Вопрос. Всем привет. Евгений, вопрос таков. А куда вы... Называетесь бизнес, но как говорите, кто вы, и большая аудитория, насколько кто-то волнует, про рекомендует. Компания, которая занимается международной знакомствами. Вопрос таков. Вопрос таков. Евгений, как вы перезаряжаетесь? Откуда черпаете энергетику? Я не разряжаюсь, какая-то. Если вы занимаетесь любимым делом, то никогда не идти по деревню. Смотрите, найдите любимое дело и найдите никого, кто за это заплатит делом. И это есть счастье. То есть если вы заняты любимым делом, если вы работаете с командой, если вы уверены в команде, то если вы уверены в команде, то вы будете идти на работу сразу. А если у вас что-то на работе, то с работой куда вы идете? В семью. Если все хорошо в семье, если все хорошо на работе, то какой перезарядки? Я работаю 24 часа, 7 недели, 365 часа. Я до идеальной ремонта, я до идеальной цены. Потому что вот сегодня мы размышляем с битрянным билетом после того, как он выступал на этой сцене. И мы пришли к выводу, на самом деле, очень глубоко мы бизнесом. Время реальных продуктов закончено. Сейчас время реального продукта и реального продукта и реального продукта. Потому что если, например, в каком-то интернет-показине нужно будет сделать 3 метра, где станут 2, то отваливается по статистике, по-моему, 25-30 процентов аудитории. То есть сейчас нужны максимально простые продукты, которые в один клик приближают к вас к вашему потребителю. Вашему потребителю, большому потребителю нет времени, и у него огромную. Он развернутся, и идет от вас. Зайдите в супермаркет. Посмотрите, огромное количество продуктов. Подавляешься. Шакилы уже. И все некачественности. И все хорошо. Почему вы ведь не надо правильно? Потому что к нему обязательно готовят идеальные сети. То есть сейчас ситуация, при которой нужно уже недостаточно идеальные сети. А когда ты приходишь вводишь? И благодаря тебе, когда ты начинаешь что-то происходить. И что-то работает, когда тебя там нет. Это же счастье. Ну это же круто. О какой разрядке или зарядке мы говорим. Так когда у тебя появляется, сколько месяцев прибыль, это и самая сумасшедшая зарядка. Заряжайся. 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 У нас сейчас у нас огромное участие Артём Айдот. Поаплодируем ему! Раз, раз. Доброе. Все. Вопрос. Добрый вечер, Евгений. Судяфорчок Александр. В городском компане. Дистрибуция алкогольных таких. Подскажите, как вы видите интернет и продукты питания в будущем? Когда, грубо говоря, водка и колбаса в 80% случаев, в данном случае, курьерами как номер ИЦ и ИЦ. Смотрите, в будущем уже наступило, просто оно неравномерно распределено. Я живу в Нью-Йорке. И хочу вам сказать, что в нашей с вами уже взрослых процессах 70 уже доставляется через интернет-магазин. Тут на этой сцене перед вами было, перед вами выступал чечок. Он очень тихо, я вам хочу сказать, что это в следующем может быть через один год, это лидер украинского списка. Потому что тот дорог, который проходит через розетку, он огромен. Если вы хотите, что ваш бизнес осуществовал завтра стремительно заходить. В конце концов, что все светится в экране, и все отлично происходить, между бизнесменами, за тем, чтобы вы были на первом этапе. Мы ездим на такси, через приложение. Мы заказываемся больше, 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 чем через приложение. Пользуем всех термых магазин, пульс измеряем. На сфортом занимаемся. Фотографии на храните, соцсети у нас там. Если вы хотите быть и успеть в поле, который уходит в завтрашний день, вы должны быть на первом экране. Вы должны быть ебом, потом за один день, потому что потребитель, ты сможешь потратить на ваш продукт. Поэтому будьте внимательны, будущее уже восхищено. Готовьтесь, они немножко притормаживают, у нас будущее иногда. Но оно обязательно притормется. Желаю удачи, чтобы получиться в цифрах наших продуктов. Спасибо. Спасибо большое. Глазер, поднимайте, пожалуйста, руку, либо все равно, чтобы вы видели, кто хочет задать вопрос. Не стоит столкнуться в одном месте, мы будем загадистывать со всеми. Женя, есть вопросы, которые мы здесь задаем? Давай один так, два, потом мотивы. Загадите, вопрос. И не добыдом компании «Виваркейк» завод «Летят сутки металлов». Винник Александрович, 8 слоевных тысяч предпринимателей верят, что через 5 лет ходится номер один в мире. Следующая мотивация, какая цель? На луне, на луне, на луне. Я всегда надеюсь, это мотивация. Вопрос в том, что любая цель должна лежать за пределами жизни. Несчастен тот человек, который добился своей личной при жизни. Что дальше? Вы должны ставить такие цельки, с другими словами, если не от вашими целями, не смеется ваше оружие, у вас неправильные цели. Они занижены. Когда я на заходе построила, кортится, кортится. Мы очень торопились. Нам очень важно было попасть. У нас крыша более сейчас не доделана. Немножко. И, но, по-другому, приехали первые веки. Падали снежинки. Это был поздний октябрь. И поехал первые веки. Я сказал, отсюда вот тут начинаются наши работники. Лидерство. Вы на секунду не представляете, что вот эти технологии, эти рабочие, которые я таксом использую. Что они сказали? Кто-то попадает в куринке. Сумасшедший? Ненормальный? А сейчас на третьем мире нам два шага до лидерства. Я человек, если прошел от провинциального короба, прошел весь этот длинный путь, потому что как? Секунду я в это верю. Это моя мечта. Просыпайтесь каждый утро и вспоминайте мысли на свой пешку. Визуализируйте ее. Проводите с собой ментальные тренировки. После вашей ментальной тренировки приходят в офисе. Точно должны знать, где вы будете через пять лет. Через десять лет. И по дороге забудите, вы будете сталкиваться с огромным количеством мир. Смотрите, есть категория. Ким как ранее наслужат вопрос. Так есть и большинство людей. Такие слова нет. Это форма защиты под сознанием. А для нас с вами бизнес. Это когда мы перемещаем цифры своей головой. Насколько он поспешит? Уже мы себя в голове все миллиарды. Правильно? 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 Но вы – это совокупность ваших результатов, а не ваших бизнесов. Так вот, бизнес – это то, что дает результат. А результаты им удаваться так так, когда вы будете перемотивированы. Потому что вам нужно столько мотивации, чтобы мотивировать те, которые не верят. Вам нужен характер, чтобы пройти в семье. Вам нужна дисциплина, чтобы заставить себя в этот момент влечиться, потому что дисциплина важнее мотивации. И без дисциплины никакая мотивация не роматься. Когда вы будете на его качестве, когда вы мотивируете и понимаете, куда вы идете, за вами поздравили. Потому что люди никогда не работают на тех, кто слабили их. Это значит, они пришли не красные. Это значит, они пришли пересидеть, но они точно не пришли за результатом. Вы должны быть лидером для своей команды, какой бы она ни была. Если вы работаете сами на себя, окей, для себя. Если у компании так называемая пизлица, как она для заказов пизлица, то есть маленькая компания, окей, будьте лидером там. Если вы хотите быть лидером, для стачки или 50 тысяч вам нужно и быть и заводим. Заканчивайте этот вопрос только вперед. У каждого из нас есть мечта. Посмотрите, 8500 людей – это 8500 меч, это 8500 стратегий, это 8500 амбиций, мыслей, разышлений, иногда поражений. Но нужно идти в пиво, потому что мы до этого собрались. Смотрите, тут лучшая часть страны. У нас есть нормальные люди. Мы все платим на год. Мы все меня не рушим. Мы будем дать одну вопрос на личных людей. Ребята, только в пиво. Если вы не сделаете, если не вы, то не кто. Следующий вопрос. Верчи! Ну давай! Он придется отвечать, и у нас будет. Подожди, подожди, мне как она. Ладно, конечно, отлично. Давайте поаплодируем девушке, которая вырвала вопрос. Здравствуйте, меня зовут Елена, я представляю агентство. За кухонный ивент. Скажите, пожалуйста, вот если бы в вашей жизни было такое самое странное значимое событие и бизнес, и личное, вот какие бы люди бы вы его доверили? Тут, по-моему, закрыта скрытая реклама вашей компании, да? Я бы доверил этим людям, которые сопереживают твоему счастью. Эмпатия, да? Я бы доверил людям, которые в полной мере об этом эмпатии. Я бы доверил этим людям, которые это сделали как для всех. И такие люди есть. То есть, другими словами, если вы меня полюбите, как вашего потребителя, я это обязательно почувствую на себя. Это, кстати, касается не только вашего бизнеса, а любого другого. Ищите тех людей, которые вам отпустят с любовью. Это так сложено и так просто одновременно. И именно это секрет всех великих бизнесов. Потому что Facebook нас любит. Он так дружительно там восточный, что мы там пропадаем часами. Организаторы этого форума восточный метод, при этом они все время спередали по времени выступления. И есть вопросы. Ваши бренды должны вести любовь. Так правильно. И так единственно возможно развиваться сейчас в современном мире. А вы станете моим бизнес первым 20 летом? Нет. Очень жаль. Подождите. Зачем вы стоите с торговой страной? Я хотела вам сказать, что вы делитесь. Подождите. Это я уже начал процесс торгов. Подождите. А, окей. Давайте. Помогите. У меня в ближайшее время корпоратив. Подождите. Я полностью эмпатична. Я вступаю с ума. Я не беру свои агентские 10%. Я делаю это с любовью. Специально для вас. Спасибо. До свидания. Не сдавайтесь. Говорите. Смотрите. Задача любого инститивного переборщика. Немножко девалинировать вас вначале. Сбить вам в динаме. Не сдавайтесь. У вас есть одна фраза. Задача любого инститивного переборщика. Скажите мне, пожалуйста, чтобы я заказал ваше участие. Это будет так, как вы мечтали. То есть вы решите, а мы решили? Да. В плане организации. У меня для вас есть заказ. Подойдите. Окей. Спасибо. Говорим. Отсюда уже в центре зала. Да. Женя. Мы здесь, в центре зала. Нашей урокой. Вот мы тут светимся. Пока задай вопросы. Ты вопросы задаешь? Здравствуйте, Евгений. Вопросы. Мы говорили очень практические. У вас большое производство в Украине. Сейчас достаточно сложная ситуация. Линейные работники. Грузчики, продавцы и так далее. Как им платить достаточную зарплату проекту, чтобы они оставались? Плюс, чтобы это было белым. Мы все работали. Мы все работали на корпус. Я могу тучу. Учу. Учу. Мы запускаем эти дороги. Но мы заправлены на эти дороги, где пойдем же мы продавали. Сейчас есть очевидная проблема огромная для страны, от от того, кто добывается. Если мы сейчас опускаем своих квалифицированных разводников в Польше, то они к нам вряд ли не вернутся. Почему? Потому что Польша, например, нет. Они уезжают в Россию, они уезжают в Америку, в Америку, в Америку, в Америку, в Америку, в Америку. لك. Eso нуждается на среднем? Приходите, не ходите, мне Menschen. Он сказал, сколько будет платить, я не разговаривал Grant engine, который была на 20%, выше того, что он получал до этого. Он говорит, а дороги, дороги, а медицей, а медицинам, а шgo. Нередельный компор Fairia auchele Ça μ Noch appearance. И вот хорошо, как который говорит, «Только за твоим Dag name Fight! Еще всегда, что произошло podía mainly. けれering сотрудникиế� 나�aluной в esos, это тандем Rodriguez. Вы это не знаете? Надеюсь, на них есть. Поэтому, что делать у вас нет других вариантов. Мы должны понять.. ориентироваться не на этот рынок. Вы должны ориентироваться на рынок других стран, которые аналогичны профессиям платят деньги. А значит, вы должны быть супер оптимизированы. Вы должны быть максимально маркетинговой ориентированной. Вы должны быть максимально клиентами, вы должны быть максимально поспорить своей маршрут, оплачивать ценных людей выше процентов на 10, чем вы. Не в нашем рынке, а в том, куда они собираются. И тогда они никогда не подят. Возможно, фрагнозируют же завтра, который будет платить 20 процентов. Значит, нужно сейчас максимально собраться, прийти к максимальной форме и готовить классные протесты, классные условия, все время двигаться. Вы диджитализированы, потому что завтра нам предстоит не держать конференцию за всем миром внимания. Миром не соседних краев. Заканчиваем этот вопрос. Уже сейчас. Уже сейчас. Уже сейчас. Потому что, чтобы им не придется потратить два раза больше. Уверен, что получится. Плюс, уважаем. Пример, не что так не разрушает организацию, как неправедливость. Если ты хочешь разрушить организацию, то, дорогие, непричастные, так же не нужно. Немерно разрушится организация. Люди воспринимают справедливость. Самую высокую мотивацию работать в компании. Если линия для своего коллектива, ты должен быть гарантом справедливости и самый высокий вопрос. Если дашь не справедливость, и если, когда, дашь не справедливость, и высокий оплаты, и если, когда, все получится, все получится. Друзья, прошу на фоккейн сел, что самый лучший вопрос у нас сегодня был очень пристан. И все дальше. Стартак, вопрос, вопрос следующий. Продолжение следует. 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 потому что решение нужно получать даже даже понимаешь понимаешь завтра у нас меняется информации все время актуализированы по каждой колонке а математическую модель вам придется принимать свернутую до такой таблицы и так далее лидер принимает решение давай уже взрослый начальник еще один вопрос с этой стороны у меня 15 лет у меня есть вопрос как привлечь взросл к своему делу если тебе 15 лет и чаще всего игнорируется потому что есть реактив что маленькие дети они просто горят амбициями и больше результатов это не даст ну во первых есть такое наше противорожение что самая правильная карьера это концентральная семья конечно например что делать если вы хотите доказать что я думаю что если вы хотите что-то доказать вам нужно с ним разговаривать то есть как-то с ними я не знаю родители которые не профинансируют инвестиции в собственных детей это самое лучшее инвестиции это же еще хорошо ваша если если меня я понятно буду ваш но если у вас у меня проблемы поэтому когда вы провести на это порядок и если если они они точно это во-первых не сдаваться в третьих огромное количество людей начинала свой бизнес 13 12 16 лет если кто сильно хочет не сдавайтесь только вперед находите дополнительные инвесторы а с родителями разговаривать в том числе о любви и уважении это всегда помогает при инвестировании денег пусть у вас все получится и следующий вопрос и и здравствуйте мы занимаемся поставкой товаров из китая и на данный момент происходит капитализация компании и хотел бы спросить стоит ли платить налоги и все таки скрываться от них спасибо конечно конечно очень большое количество людей говорят о капитализации предполагают что у них нет в этом момент операционной операции сейчас достаточно большое количество которые набираются и обещаю прибыль через и очень часто сейчас я не как я дать появилась целая простой она профессионально я считаю нет лучшего полота для инвестирования чем операционная прибыль любого хотя нигде поэтому когда капитализации пожалуйста не прячьте свою ответственность потому что бизнес прибыли амарада когда капитализирован ваша капитализация это очень не важно это очень ваша которая сейчас хотя если например это например который и тем не менее стоит огромный совершенно невероятно или квартиры по факту не является владельцев поэтому и огромный огромный стандарт либо второй вариант после операционной прибыль и у вас точно если вы инвесторы не дай бог скажите не доплачивать аналоги это будет ваш последний раз не один нормальный инвестор в криминальной компании инвестировать вы должны быть святее папы и внешние поэтому готовьте презентации они должны быть яркие вы должны честно это не обсуждается потому что аналогия это плата за цивилизован и если собственно говоря надо брать государственные поэтому вы должны максимально нас потребителя то тогда любой инвестор тогда у вас будет очередь из инвесторов все будет хорошо че здорово донори здравствуйте евгений это компания какая стапс научиться думать как миллионер думать как миллионер это просто просто смотрите на этой сцене сегодня было большое количество людей вы каждый день управляетесь мы все истории сейчас видим 20-30 человек это нормально и нормально поэтому одержим у меня вопреки стереотипам это не жадный это не так они 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 у тебя есть ты должен пойти ты должен создать команды и ты должен прийти к этой идее несмотря ни на что какое бы количество ресурсов тебе не понадобилось тебе нужно идти к своей мечте какая твоя мечта можешь что-то с вас и сказать сейчас восхитительный зал какая твоя мечта моя мечта о циничном образовании Украины сколько образований украины извини за вопрос немножко цинично цинично один это сколько там стоит 250 тысяч долларов давай-ка не хочу конечно ни в коем случае девальтировать но чтоб все было честно вообще все бежитые от враньян кроме зимы и наводить враньян для многих это форма защиты подсознания то есть человек не хочет в этом поэтому пытается совать или в то говоря он пытается подравняться с окружающей действительностью тем что обман я считаю что в такой стране за украина за 250 тысяч долларов можно только открыть кабинет дверь кабинет не больше что ты собираешься на 250 тысяч долларов ты обучишь получила учителей сумму нитаритета ты заберешь какие мы везешь и туда ты что изменишь металл когда ты визуализируешь свою мечту ты должен поднять честно подтягивает инструкции начальник что делать поражение проанализировал учел ошибки и залипает состояние что делать победы понятно капитализируют и дальше а что делать это самое что это хуже поражение а очень часто занимают это люди считают что она стоит 25 25 раз больше поэтому если запланировал благородная цель то честно посчитать сколько это нужно миллиарда а потом если сейчас 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 как визуализирует если больше чем изменить образование плодового то нет заканчивая когда визуализирует потом задавайте вопрос и как ракета все получится у тебя все получится все запишу вопрос Евгений добрый день меня зовут Валерий компания борт интерактивные модели вопрос назовите ваши три главных факапа которые у вас были в бизнесе и три главных действия скажем так чекерист что вы делали сразу же после осознания осознания того что пришел пока если из этого конечно не ошибается но доходит до цели вот кто встал на один раз больше чем всего на один раз сейчас вы же не лучше если если вы посмотрите на лидер мы все сейчас боремся за один миллиметр победы поэтому вы должны нажимать до последнего миллиметра он в нем победы поэтому конечно очень честно анализируют и честно я для себя каждый вечер задаю себе вопрос прожил ли я каждый вечер я был больше пока не очень 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 это было огромное трение огромное системное проблема своим предприятиям когда я ошибся и не интересов производства многие предыдущие политические они предыдущие академии он настолько побегает что они вдруг он стал материзм такой основной что у меня в этот момент во всем глазах и меня было рекомендация для всех вас человек в этом я был принципиален и не самое главное если вы работаете только если вы работаете только у вас нет бизнеса потому что жаребание гривны и медленно или любыми способами старайтесь работать в том числе который стабильный национально диверсифицировать риск с высокой защитой собственность не положение огромное количество времени но и с другой стороны развивайте рынки других более это очень важно поэтому в этом проанализированную ситуацию в Америке в Беларуси и так далее сейчас меня не покупайте запросить и возможно вы должны быть максимально легким и диверсифицированным в том числе ответил на ваш вопрос а еще лучше не ошибаться что что это стыдно а моральный бизнес нет если не платят налоги и не выводят за руки морали закон как изъять максимум из ваших слов как изъять максимум из ваших слов как изъять максимум а в понедельник когда придешь в офис ровно в 9.00 начать это применять потому что большое количество людей не готовы применять знания которые они не обладают если вы думаете что люди которые находятся в форбсе умея кого-то тут в этом зале это категорически это неправда они просто применяют максимальное количество знаний которые они могут быть умны на 3% но они всегда реализуют эти знания на 3% а если есть какой-то человек который обладает набором академические знания например на 70% он применяет только полпроцента соответственно у него будут проблемы в бизнесе поэтому извлечь максимальную пользу можно заполнить зафиксировав послушать кроме меня большое количество умных людей которые были до меня на этой сцене и ровно в 9.00 в понедельник начать это применять ты с нами в 9.00 давай еще один вот здесь здравствуйте приветствую вас Евгений Александрович наконец-то добрался до вас очень коротко очень быстро четвертый курс Киев на данном этапе чем занимаюсь выпускаю выпускаю онлайн продукт на рынок все 8000 в курсе что вы ведете бизнес очень жестко лидером вы найдете за счет этого не буду лугавить вы мой большой гумин посмотрят все выпуски Big Money вопрос следующий есть какие-то условия получить какое-то минимальное однодневное мендерство от вас все так ну после какого вопроса смотри ты же сейчас купил со мной переговоры правильно надо было завершить эту фразу чем-нибудь красивее а можно я завершу у меня есть второй вопрос нет секунду давай завершим первый максимально какую-то красивую фразу например скажи что мне будет приятно услышать как ты думаешь кто мне приятный вот ты сказал правильные слова все хорошо я внимательный буду каждой фразе а теперь последнюю фразу ты должен завершить красивый переговор у нас с тобой фактический поединок сейчас одну фразу скажу замечательно Евгений Александрович вы медийный человек я напишу безупречную статью которая просто повержит всех шок все узнают как вы ведете после того как ты сказал повержит я боюсь что ты напишешь правильную статью немножко литературно неправильные слова секунду вы сейчас о эмоции о эмоции что ты мне должен сказать в конце пожалуйста нет ну что ну какую-то фразу которая будет мне приятно ну смотри у меня же все нет я всем все доказал никому ничего не должен с бизнесом порядок с семьей все хорошо бизнес развивается я реализован смотри я нахожусь в зале умнейших людей и отвечаю честно на вопросы смотрите у меня нет никакой подзвучки у меня нет презентации я не секунды не готовлюсь я ваш я открыт максимально и искренне и только эта возможность быть с вами откровенным потому что времени на обдумание вопросов ответов у меня нет секунды нет потому что вы требователь и требовательные люди вы бизнесмены поэтому я честно отвечаю понравилось не понравилось потом буду разбираться сейчас максимальная честность ты должен для такого человека я же твой клиент сейчас процесса должен сказать какую-то фразу давай Евгений Евгений Александрович вы мой заочный кумир я вас обождаю не так Евгений вы мой герой вы мой герой отлично вопрос есть вопрос есть от женщины здравствуйте я хочу задать следующий вопрос вы отвечаете честно обещаю какие мирские качества по жизни вы воспитали мне интересно лидеров обязательно обратиться или все таки можно посещать эти пленинги и воспитать в себе дополнительные лидерские качества у вас есть такой пример я считаю что если в вашей базовой версии не зашито лидерство то нужно будет его прокачать ни лидеры бизнес не делают если у вас это зашито базовой версии просто подкорректируйте эти компетенции если нет то вам придется создать новую улучшенную версию как бы странно не звучало эта фраза и адаптировать это под те задачи которые стоят перед вами со стороны бизнеса ребята осталось два вопроса у нас переделение чемпионов вот еще стульс мы здесь справа справа хочу задать вопрос как стать роликсом в своей нише как делать бизнес не только ради денег но и ради продукта как найти золотую середину но не испугать своего клиента как максимально капитализировать бизнес нет никак не капитализировать бизнес как стать роликсом в своей нише продавать высокомаржинальный продукт но и испугать очень правильный вопрос у роликса есть одна замечательная штука которая говорит о том что он всегда продает продукт который по цене вернее внешне ни того дороже чем цена за кто это ответ это вы на 50 я сегодня 15 день космонавтов теперь 50 немного пожеланий отлично что целость и высоко сохраняем силы это делает для достижения целей нужно больше быстрее бежать сильнее с поделиться поделиться по скандалии подписчиков подписчиков не становись скучны на вопрос я всегда отвечаю человек это же главный вопрос и главная что возникли важнее не но и прощательные через папку должны подумать и осознать большинство нас возраст нужно ценить многим в этой предмете было отказано чтобы правильно жить долго продолжалось принимать все как это основное качество и никакого мотива гарантия для организма все это 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 все задачи это неудача главное это победа живи как хочет но побежать ты на это подсаж придай мне теперь на тебя теперь вас помочь как всегда бывает дети взрослые успешны иногда считают как ты в порядке всем все это призрачный когда становишься в тишиной в жизни безопыт души глубоко втикаешь сильную фонку и понимаешь что все только начинается все ошибки совершены выводы сделаны рядом те кого ты действительно любишь вверху все остальное внутри горячее сердце здорово мне все нравится а значит по моему кубу в следующий будет десяток с днем рождения безусловно для настоящих будущих существ будем живы а а с днем рождения